Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Ну, друзья, сегодня у нас будет экскурс в предыдущие программы, то есть все время мне приходится возвращаться к тому, что я уже рассказывал. Ну, я привыкаю уже к тому, что мы уже смотрим все вместе мой блог как сериал, предыдущие серии мы не просматриваем, как бы, и мне приходится по новой все вам излагать. Ну, давайте еще раз сделаем. Опять же, возникают вопросы, один из вопросов я сейчас приведу, ну, и на основании этого вопроса я, собственно говоря, решил снять этот сюжет. Выдержка собаки, как реагировать собаку, как научить собаку не реагировать на раздражители, которые находятся на улице. Это было два крайних сюжета, которые я показывал вам. И, значит, один из зрителей задает вопрос, то есть всегда у меня там заканчивается командой гуляй, да, то есть вот собачка полежала, я подошел, поощрил, то есть выдержка прошла хорошо у собаки, я поощрил ее и говорю гуляй, да, то есть собака понимает, что она все сделала правильно, побежала гулять. Один из зрителей мне, значит, говорит, что а можно заканчивать там командой не гуляй, да, а командой ко мне, допустим? Ну, конечно, можно, почему нет-то? Но вот здесь вот мы возвращаемся с вами к тому, насколько собака ваша готова к тому, чтобы вы ее подзывали уже ко мне. То есть если она хорошо уже знает выдержку, да, то можно уже сделать команду ко мне. То есть смотрите, здесь в чем заключается сложность? В том, что это уже получится не одна команда, да, то есть выдержка, то есть не одно упражнение, а будет уже комплекс команд, то есть выдержка плюс еще одна команда ко мне. То есть собака не получит сразу же поощрение, то есть мы же с вами вырабатываем условный рефлекс на то, чтобы собака как бы запомнила, что выдержка это хорошо и в результате она получает поощрение. И на начальном этапе нужно всегда заканчивать именно положительной мотивацией, чтобы собака хорошо запомнила, то есть гуляй, все, молодец, хорошо выполнила, получила подкормочку какую-то и пошла гулять там по своим делам, мало ли там может быть какой-то запах она услышала и она думала о том, что надо сбегать туда и получила команду гуляй, побежала, сбегала, понюхала этот запах или там опорожнила свой, скажем, мочевой пузырь, да, там, ну или не только мочевой пузырь. То есть вот в чем заключается как бы смысл всего этого действия. Если у вас собака уже знает хорошо, значит как бы можно уже и комплекс делать, то есть не одну команду, не одно упражнение, а два упражнения. Потом из двух можно три упражнения делать и так формируются, собственно говоря, цирковые там какие-то номера, да, у животных, то есть вот о чем речь. А теперь с вами давайте тогда вспомним, как же формировать мы должны какую-то, учить какую-то команду определенную. Здесь все достаточно просто. Камера съезжает. Сейчас поправлю. Вот смотрите, да, если мы с вами начинаем учить любую абсолютно команду, любое абсолютно упражнение, там, тренировку выстраиваем в следующем как бы порядке. Первое. Сначала мы учим эту команду без раздражителей, то есть в привычной для собаки обстановке. Я повторюсь вот еще раз, но надеюсь, чтобы в вашей голове это все как бы уяснилось, уточнилось и т.д. и т.п. Значит, без раздражителей мы, то есть это в квартире, в доме, в вольере, где-то у кого собака живет на улице, да, дальше мы увеличиваем количество раздражителей. Мы с вами выходим куда-то на привычное место, то есть где-то прогуливаете где вы свою собаку и она хорошо знает это место, как бы там начинаем учить. То есть там уже раздражители присутствуют в виде прохожих там или еще кого-либо, там может кошка какая-то пробежать, собака пробежать, пешеход пройти, велосипедист, машина проехать. Но собака знает это место, потому что она каждый день там гуляет, да. Потом мы уже в других каких-то местах это делаем, там, когда мы идем гулять, там, на дальние какие-то прогулки и уже там начинаем изучать. Это что касается раздражителей. Теперь основные правила, как бы, дрессировки, тренировки, в чем еще заключается? Мы всегда с вами заканчиваем на правильно выполненной команде, да. То есть вот мы добиваемся какого-то результата. Если мы начинаем только с собакой изучать, она еще не знает, кто команду, да, то мы делаем это, ну, на более-менее, скажем так, правильно выполненном упражнении. Вот. Потом на правильном выполненном упражнении. Следующее правило. Следующее правило тренировки, дрессировки заключается в том, что мы всегда должны заканчивать на пике азарта выполнения упражнения. То есть собаке должно что отложиться? То, что работать и выполнять эту команду, это всегда будет хорошо, это всегда будет вкусно, это всегда будет игра. И вот этот пик азарта мы должны с вами прочувствовать. Ну, поэтому мы должны наблюдать за своей собакой, мы должны знать ее хорошо. Вот. То есть пик азарта, запомните, всегда на пике азарта. То есть собака, если она будет утомлена уже от того, что вы переусердствовали с ней с выполнением этого упражнения, надо запомнить, что это уже как бы нет. То есть здесь вот весы, да, чаша весов такая, где мы можем положить правильно выполненное и пик азарта, да. Вот здесь лучше, вы смотрите, что собака у вас начинает утомляться, начинает утомляться и уже начинает косячить, да. Вот, вот здесь нужно добиться правильного упражнения и закончить на этом. То есть не надо, чтобы собака в голове у нее лежала, то, что это тяжело, мне уже теряет интерес она к этому упражнению. Вот она положительная как бы мотивация, как бы не насильственный способ, а гуманный способ, да, бесконфликтной дрессировки. То есть мы всегда заканчиваем на пике азарта. Что еще можно сказать? Можно сказать, что периодичность выполнения упражнения приводит к положительному результату. То есть если вы будете постоянно делать это, да, вы в результате добьете, что у собаки будет вырабатываться условный рефлекс. Рефлексы бывают двух видов, да. Это безусловный рефлекс врожденный и условный рефлекс, который мы вырабатываем. То есть, например, на команду сидеть, да, собака села, получила два вот этих раздражителя, которые, то есть, рефлекс это ответная реакция организма на какие-то раздражители, да, она села, получила подкормку. То есть здесь идет подкрепление этого рефлекса. Вот. И периодичность этого упражнения, то есть, вы будете делать, если периодичность, то есть здесь все это индивидуально, среднестатистически сказать невозможно. Ну, то есть, чем больше повторов, и опять же, соблюдая вот этот вот пик азарта, правильно выполненный, с учетом внешних раздражителей, период обучения и так далее, вы добьетесь нужного результата. Вот, собственно говоря, я отвечаю, повторяюсь неоднократно на всех передачах, рассказываю об этом, поэтому вы можете себе взять это на карандаш, записать, запомнить, я не знаю, но без этого никуда вы не денетесь. Вариативность исполнения. То есть, в чем заключается, что такое вариативность исполнения? Если вы каждый раз сидеть, лежать, стоять, то собаку у вас у нее в голове, этот вариативность исполнения, так она и последовательности будет. Она у вас будет сидеть, лежать, стоять. А если вы сделаете сидеть, а потом стоять, а потом лежать только, здесь она у вас будет уже путаться. Поэтому меняйте постоянно последовательность для того, чтобы собака различала четко ваши команды То есть вариативность это очень важно То есть допустим вы идете на прогулку, вот у вас здесь вот это вот место Вы идете, собака у вас усаживается, потом вы говорите гуляй, и собака побежала гулять В следующий раз я вам рекомендую, вы идете, собака у вас рядом, и вы ее посылаете Иди гуляй, то есть без посадки рядом Она у вас пошла гулять без посадки рядом В следующий раз вы делаете опять сидеть, потом лежать Вот у вас получается последовательность Сначала сидеть, потом гулять, потом идете с подхода И вот здесь вот это все надо будет менять постоянно Для того, чтобы собака не зацикливалась на выполнении упражнения То есть если в цирке медведь знает, что он каждый раз из дня в день Он будет выходить, вставать на скейт, прокатываться по этому скейту Он так и будет, но собственно говоря от него больше не требуется Вы живете в городе, у вас собака должна быть социализирована под городскую среду А ситуации в городе могут меняться постоянно Поэтому я вам рекомендую вот эту вот вариативность менять постоянно То есть не постоянно одну и ту же последовательность действий А к тому, чтобы собака прислушивалась именно к тому, что вы говорите ей в данный момент времени И вот здесь смотрите, всегда разделяете на то, что есть одна команда, есть комплекс команд То есть если вы собаку посадили, после этого заставили ее ждать И после этого подозвали ко мне Это уже три, считайте, выполненные команды Команда сидеть, команда ждать и команда ко мне После этого она получает поощрение Вот все три вида этих команд упражнений вы должны будете изучать отдельно То есть это отдельно вы сидеть, потом команду ждать Это отдельно тоже изучаете, потом команда ко мне И вот это все делается в комплексе То есть давайте с вами сейчас повторим Для того, чтобы у собаки выработался условный рефлекс Мы с вами, хороший условный, положительный условный рефлекс Мы с вами должны Первое, это начинать в привычной обстановке И раздражители увеличивать по мере, скажем так, изучения команды Второе, мы должны заканчивать на пике азарта всегда То есть собака должна заинтересована быть в выполнении У нее в голове должно отложиться то, что делать это упражнение И вообще работать, собственно говоря, со своим хозяином Это классно, это кайфово, это еще надо заработать Чтобы хозяин начал с тобой что-то изучать Потому что будет мотивация положительная и так далее В голове это собаке должно сидеть всегда и постоянно И еще, значит, как бы один То есть это третье получается у нас Третье это на правильно выполненном упражнении То есть либо на подходе к правильно выполненному упражнению И четвертый из вариантов, которые если вы изучаете И хотите добиться результатов Это периодичность выполнения Вот, собственно говоря, и все, что я вам хотел сказать Итак, друзья, заслужите доверие Заслужите уважение И у вас все получится С вами был канал Я и мой хвост Я его автор и ведущий Олег Спасибо Спасибо